всем привет друзья с вами мума ну что готов ко второй части я думаю что готовы давайте но сразу скажу что перед тем как вы все это увидеть я бы хотел сказать спасибо что очень рад что вам понравилось прошлое видео вы собрали на нем 4k лайков первую часть топ 22 персонажа и я вам предлагаю ребята такой вот парень если этот видосик соберет 6k тогда я сразу побегу пилить финальную часть это будет финальная часть нашего топа так как вы знаете что не все персонажи влезают потому что приходится немного про каждого рассказать иначе этот топ был бы бессмысленным просто показать 22 перса но это было бы тупо нужно немного объяснить почему он здесь кто его тащит кто нет допустим кто опасен для него но и нужно будет конечно показать некоторые карты где он хорош где им играть в общем мой выбор ребята я согласен что какие-то вещи спорные но это ваше дело соглашаться с ними или нет я не заставляю я просто рассказываю свои мысли и перед тем как мы начнем ребята есть один нюансик смотрите заходим социалочку я точно не знаю но вроде бы слышал что максимальное количество персонажей у вас друзьях это 100 человек я не буду это сейчас проверять в принципе это не особо важно может быть это и больше но прикол в том что есть кнопочка facebook ребята в общем я вам предлагаю еще один интересный нюанс если вы мечтали попасть ко мне друзья сосновы то есть смотреть мои бои как я играю все это если вам это интересно то давайте прямо сейчас слушайте внимательно смотрите у меня есть два чата в геймерс один из них почти заполнен и в общем я такое ребята предлагаю вам интересная паре если мы забиваем этот чатик то я в этом чате буду каждый день постить свою страничку фейсбука я уже ее создал в общем как мы добьем там 3к участников пусть это будет допустим даже за день все друзья которые у меня в фейсбуке я вот нажимаю кнопку ребята connect добавляю сюда свой фейсбук и все эти ребята попадут ко мне в друзья брал stars так что я думаю это для вас интересная паре еще один нюанс а беседа у меня 2 если вы состоите в беседе брал stars которая находится в геймерс то ничего вам делать не нужно я туда тоже буду постить ссылочку на свой фейсбук если у вас нету приложения в геймерс то вы должны его прямо сейчас скачать а потом зайти по ссылочке в описании в мой чат в этом чате я каждый день буду постить мою ссылочку фейсбука там где нужно будет добавиться в друзья чтобы попасть ко мне в игре в друзья в общем я думаю это интересная будет тема но и мне тоже будет прикольно что всех смогу добавить и многие смогут бу смогут наблюдать за моими боями я представляю там если всех добавить друзья если б с конечно не лагнет от такого количества друзей я не знаю сколько мы сможем собрать но прикольно было бы если бы каждый бой там смотрела по 20 человек это реально прикольно было бы интересно так что давайте прямо сейчас скачивайте приложение в геймерс вступайте мой чат этот чат называется м м а россия но я вам ссылочку оставлю в описании в общем как добьем там нужное количество участников а именно 2999 то я сразу подключаю фейсбук и все друзья которые у меня будут фейсбуке появятся здесь в игре как то так я думаю предельно ясно объяснил и каждый день я в двух чатах буду пилить свою ссылочку то есть чтобы вы постепенно добавлялись в фейсбуке в друзья в общем как то так думаю все ребята объяснил ну а теперь погнали к самому топу окей ребята погнали к видосу 8 персонажей будут в этом видосе и останется 8 самых сильнейших уже финальной части и я вам покажу почему они самые сильные первым делом ребята 16 место это барли почему же барли а все ребята дело в том что его сильно пофиксили хотя казалось бы что в обнове ему добавили там банок добавили урона в общем суть не в этом суть в том что теперь его ульта не такая мба она теперь разлетается даже если вы прям в упор кидаете она все равно будет разлетаться и это очень жестко потому что танки теперь прямо люто вырезают прикол в том что он как дина теперь сильно не бьет сдали а сблизи не так опасен в общем это самое печальное что есть но почему же он сильнее чем дина по моему мнению ребята потому что им легче попадать здесь его сделали более таким точным но уже более не опасным то есть вам нужно будет постоянно накидывать 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 закидывать ульту опять накидывать свою атаку в общем его в этом плане пофиксили но все равно остается для него пару хороших карт и я считаю что здесь они в этих картах будут тащить давайте я вам сразу покажу это озеро мертвецов вот она карта для метателя это то же самое что и что и с динамайком все стенки которые есть на этой карте они очень помогают барли но ребята главное вам понять принципы вот эта зона ребята это ваша безопасность если вы запускаете за эту зону то у вас уже будут проблемы если вы подпустили вот сюда то все пишите пропало даже если у вас много банок то не факт что этого спасет потому что теперь на ульту надеяться нельзя теперь нужно прятаться за стенками накидывать как можно по максимал очки вот допустим если он прет отсюда уходить в ту сторону закидывать ульт смотрите ребят я кидаю в упор но она все равно разлетается и буквально таки я ему две тыки попал то же самое что с обычной атаки в общем в этом проблема можно конечно рискнуть зайти в центр но если вас тут 3 то понимаете у вас будут проблемы в общем ребята теперь нужно накидывать держать дистанцию прям за нее рваться если вы подпустите то будут у вас большие проблемы как то так единственное что да здесь все равно будет легче попадать за счет более большой точки поражения чем у дина поэтому он все равно остается посильнее чем динамайк я считаю что динамайк он все равно будет контрить а ребята сейф конечно расплата потому что здесь есть стеночки и здесь более-менее можно что-то будет нормально сотворить так что скорее всего лучше бы обойти пусть прохода справа нету пусть танк идет слева но вот тупой он идет просто за мной они тоже кучкой бегают но суть не в этом суть в том что ребята можно вот отсюда пройти конечно в игре это будет чуть попроще потому что никто кучкой не ходит один пойдет центр в центр можно взять спайка либо брока там много вариантов танк идет слева в общем идете с этой стороны ребята закидываете их отгоняете от себя вот меня немного заморозили не пропускайте отсюда можно уль закинуть конечно немного на не нанесет но потом еще докидывайте атакой в общем как то так ребята в целом главное сначала займитесь всеми соперниками постарайтесь постарайтесь их продавить всех убить и тогда уже можно будет добраться до сейфа ну а если вас поджимает то надо дефаться ультой закидывать ее не беречь потому что на новую накопите ну и в общем отбиваться как можете как то так ребята это был барли в общем погнали к следующему персонажу окей следующий у нас на очереди кольт ребята это крутой персонаж очень крутой давайте он сразу покажу двойная проблема вот отличная карта я его apple там когда бустил ребят даже на пять соток даже там шестым левелом пятым левел главное как можно больше баночек собрать и уже там по обстоятельствам смотреть но опять же ребят главное перестреливать перебивать это карта очень открыты не давать никому хилиться и самому поменьше коцать свои хп поэтому в целом в соберите все что вокруг есть все что в безопасности ну а там уже по ситуации если вы любите рисковать я всегда рисковал я забегал в центр возможно на меня налетали прям толпы но я старался выжить и тогда я уже становился боссом теперь уже меня все опасались либо пытались загасить только толпой потому что 11 уже никто не вывезет потому что банок слишком много но конечно вам боты так просто все отдадут а в игре не будет все так легко я просто это показываю как уже говорил я это записываю за один вечер и поэтому все карты не показать с реальными соперниками поэтому ребята как то так в общем этот персонаж я считаю очень сильный но мне его тяжело было апнуть на 700 и поэтому он такой средний то есть он занимает середину топа не супер топовый но и не самый слабый сейчас он вообще конечно крутой и мне очень нравится но давайте я вам покажу режим 3 на 3 с ним я думаю самое крутое что возможно с ним это это любой футбол ребята давайте я примерно покажу мне нравится очень играть сейчас найду эту карту вот она ребята дворовой чемпионат очень раскрыто если здесь все остальные кусты добить то просто жестко будет самое главное не подпускать к себе танков как обычно здесь все понятно и накидывать ребята смотрите как нужно накидывать так не всегда выручает допустим если соперник ответ от вас уходит то нужно будет накидывать ему наперед потому что он не будет по прямой уходить он всегда будет двигаться если на вас идут то нужно тоже назад отбегать и давать выстрелы уже под себя давайте сейчас примерно покажу как они на отходе конечно это понятно боты не будут так делать но ульту ребята ульту самое главное ульту юзайте вот таким вот способом если вы двигаетесь и даже он будет двигаться уворачиваться то скорее всего ваша очередь хотя бы половина по-любому придется ему по вкусу потому что вы тоже двигайтесь а вместе с вами двигаются ваши пульки это главный главный прикол кольта не все его знают вот допустим если вы дадите просто так то будет уже не особо большая площадь если вы в это время подвинетесь еще левее то ваши пульки будут разлетаться во все стороны иногда вы можете попасть даже попасть даже целую очередь вот таким вот способом и поэтому ребята самое главное копите почаще ульт и сносите вот эти стенки чтобы было легко забить гляньте я просто показал вам пример как тапать и боты сходу забили то есть рабочая тема сносите стеночки и побольше попадаете самое главное как обычно побольше попадать поменьше пропускать урона остальное уже не важно в общем погнали дальше следующий у нас на очереди это дэрил многие его не понимают поэтому я закинул его не столь высоко и в общем ребята смотрите такой нюанс что он хорош очень хорош главное понять что же им делать давайте я вам покажу вот эту карту потасовка ракаули или как она там называется фиг знает в общем не суть ребята здесь много метателей поэтому мы отправляемся именно сюда первым делом нужно конечно собрать баночки но если вы попадетесь быком то лучше не старайтесь их отжать потому что бык вас нафигачит если особенно подойдет в упор вы конечно сможете свалить но это рискованно в общем погнали дальше сейчас я вам покажу ребята как вы знаете ульт у него сама копится поэтому можно не бояться ее использовать если вы вдруг не так и использовали это ничего страшного в общем смотрите сейчас покажу примерно как это делается допустим допустим метателя здесь нет окей у меня больше баночек чем у кого-то из них и давайте выберем момент залетим в упор смотрите ребят накидываю если если опасный момент ульта у меня уже есть я смогу спокойно свалить если это метатель да сейчас я прикалываюсь рискую здесь ничего особенного я ребят не играю на победу я стараюсь вам показать принципы дэрила все все кто говорят что он плохой просто не понимает в чем же суть суть в том что ребята нужно себя просто обезопасить выбрать подходящий момент выбрать подходящую цель залететь как можно ближе нанести как можно больше урона если вдруг для вас есть какая-то опасность то сразу свалить вот динамайк отличный пример здесь их много может быть смотрите уворачиваемся от бомб уворачиваемся как можем он там кого-то уже завалил сильный динамайк даже если он бот он сильный до спору нет смотрите ребят он уже поджат ему уже выбора нету смотрите залетаем все снесли и обратно отошли не его динамит ничего не попало таким способом можно даже залететь на целую тему динамайков и всех вырезать если будет друг опасность убили отлетели и все обратно если отошли вас опять поджимают ждете ждете как накопится ульта 5 летите опять кого-то сносите и сваливаете в общем такие вот принципы это реально работает и это работает даже в баунте а в каком баунте именно давайте вам покажу режим три на три сейчас я вам покажу он называется руины храма здесь отличный фланг здесь можно по флангу пройти и мало кто его ожидает реально это рабочая карта для дэрила так что попробуйте его апнуть главное чтобы у вас было два неплохих напарника который будет постоянно попадать по ним и наносить урон в общем а так больше никаких то принципов нету здесь стоим сейчас добью но не добил ладно не суть смотрите ульт подкопил все ждем момент как только момент появляется залетаем сейчас конечно ребята ничего не произошло я просто образно момент показывать ладно сейчас более детально покажу чтобы вам было понятно о чем речь меня снесли там втроем но понятное дело боты чуть тупит здесь должен быть либо брок либо пыни либо пайпер здесь должен быть второй дальняк и вот они будут наводить суеты и вот суету вот ребята залетели убили все отошли вы под счетом либо даже если у вас его нету не так страшно вы только убили у вас ульта уже почти есть и если есть какой-то шанс можно опять залететь попробовать конечно иногда вы рискуете но в целом вот так вот ребята вот сейчас отличный пример был он был похож очень на реальные события мы так часто даже проигрывали всяким дэрилом топовым которые залетали убивали и на минималке прям улетали в общем это было прям жестко прям бесило иногда мы даже побеждали последние секунды оставались он залетал убивал и у улетал обратно в общем такие вот принципы дэрилом и это реально сильный персонаж коротко о том ребята что здесь уже почти середина топа и я здесь уже мало буду рассказывать почему они слабы я скорее уже буду рассказывать почему они так сильно тащат в общем погнали дальше следующий персонаж это джесси ребят кто-то скажет что за фигня это супер топовый персонаж я согласен она очень крутая но прикол в том что ее выстрел очень специфичный очень медленно летят к ней нужно приспосабливаться если вы сможете это сделать то вы реально будете тащить и вы сможете тащить даже целую тиму на своих плечах но прикол в том что это реально ребят сложно сделать еще один нюанс почему она в таком месте потому что она крутая 3 на 3 но в шеде и очень тяжко играть даже в дуо она не всегда тащит потому что она очень долго ящики ломает а про соло я вообще молчу давайте давайте покажу вам вот ребята роковая шахта я считаю что она здесь отлично заходит потому что есть пару мест куда очень круто заходит турельки и давайте вам покажу что надо делать первым делом вы должны понять что вы на ней будете по-любому только центровым только собирателем вы будете собирать гемчики и конечно так все не будет легко вас а получаться против реальных соперников но есть два варианта если если вы хорошо заняли центр то можно турельку кинуть вот сюда пока кто-то будет на нее отвлекаться ее можно будет хилить в общем подхиливаете она будет накидывать отлетать и так ребята держать надо будет центр если дальше продавить если сломаете можете вот сюда закину тогда им еще тяжелее будет выйти и постоянно будете накидывать но это нельзя делать если будет тут метатель хотя метателя на больших кубках здесь не берут в общем постоянно хильте турельку не выпускаете их со своей базы и это идеальный расклад для вас в общем как то так давайте покажу шеде хотя шеде я считаю что шеде для нее это такая тема не очень хорошая потому что здесь банки очень долго ломайте но самый более менее оптимальный вариант это двойная проблема double trouble потому что здесь более-менее открытая местность и гляньте ребят сколько вам надо времени чтобы сам сломать одну одну баночку чтобы собрать ящик там даже бот сейчас быстрее сломает чем я хотя мы оба максимальные и это очень долго дается поэтому ребята в этом и проблема но если вы соберете много баночек если у вас это получится накопите на турельку то реально тоже можете разнести но в общем как то так ребята основные нюансы это просто поменьше получать урона как обычно побольше накидывать чтобы поскорее собрать турельку если она у вас 10 левел то вы поставите турельку будет очень круто главное ставить ее грамотно чтобы ее так легко не сломали ну или вообще можете ее накопить и держать до лучших моментов когда карта полностью судится им приходится уже выходить на вас вы закидываете турельку и все будет отлично в общем как так ребята это было джесси есть намного крутить центровые и я про них расскажу далее следующий топчик это ребята прямо очень сильный танк очень крутой я считаю что если вы вовремя его не остановите то он в вашу тему может снести просто в соло как ураган давайте сразу покажу шедо и немного расскажу попутно где это где это все ли ничего ли вот ребята отличная карта но здесь нужно быть аккуратным не дать шели зайти к себе в упор не дать и накопить на ульт но если вы не дадите этого сделать если у вас тут увидите что зашли быки то прячьтесь за ящики когда он подойдет допустим вот этим ящиком резко выходите и давайте ему через ящики не давайте собрать ящики ребята накидывайте побольше урона если вы раньше накопите на ульт чем та же шели то труба опишите пропала вы ее вынести в легкую потому что у вас хп очень много и это для вас будет изи в общем собирайте баночки как можно больше а потом потом уже надо будет отсиживаться и ждать каких-то подходящих моментов допустим вот стоите тут если он сблизился с вами все выходите и валить его собрали баночку обратно спрятались главное беречь вот этот центр потому что пока не судится дым то вы в опасности вам нужно будет дождаться пока его полностью закроет дымом и тогда уже вам будет изи всех остальных перебить я уверяю даже если вас будет поджимать целая тима как только дым подожмет их всех а вы спрячетесь то у них будут проблемы они начнут друг друга крысить в общем как-то так и давайте сейчас покажу самый лучший режим 3 на 3 а почему же ребят он не так уж высоко как остальные танки да потому что один грамотный спайк и все одна грамотная шель и пишите пропала давайте покажу вот я считаю трипл дрибл очень очень узкая карта и это отлично под подходит для приму потому что пока не накопит на ульф можно удобно ребят прикрываться в общем вы рашите прям как сумасшедший если у вас не получилось никого добить то сразу отступайте главы не главное не умирайте пока они все отвлекаются на вас у вас есть тиммейты которые вам будут помогать и в общем рано или поздно вы подожмете ребят и еще один совет если против вас играет прямо не давайте ему хилиться если он вас рашит то нужно уже за это его наказываете сразу убивать потому что пока вы отвлекаетесь на него если он сможет подхилиться то у вас все по новой начнется эти блин 7 к еще и с уроном лютые 7 к в общем вы задолбаетесь потом убивать поэтому ребята делайте это сразу и потом приступайте за остальных если конечно такая есть возможность но если вы сидите на шеле то я думаю такая возможность по-любому будет потому что шели в теории контрит прямо так что вкратце как-то так танк крутой но если грамотно против него играть если вы понимаете его сильные стороны вы его спокойно законтрите так что не тупите ребят и все будет отлично следующий на очереди это кровь ребята очень хороший персонаж но к сожалению самый слабый среди трех лет и в принципе ребята если вам интересно то вы можете глянуть целый гайд там 10 минут рассказывал про него что делать как делать поэтому заходите потом после того когда смотрите это топ и если вы еще не видели то гляньте что же я им там делал я там вроде пообещал отжаться сто раз если вылечу хоть раз восьмым девятым десятом по моему восьмым разочек вылетел когда меня закрытили но в общем как-нибудь сделаю договорились без проблем эту сотку отжиманий сейчас просто вообще времени хватает тем более если вы сейчас соберете много лайков быстро то придется еще финальную часть пилить поэтому ребят пока не до этого а так обязательно сделаю как и обещал в общем все нюансы я вам расскажу там видосе так что обязательно после видоса заходите и посмотрите это ну а сейчас просто расскажу все ли ничего самая отличная карта в шеде а по поводу ребята три на три блин гемы не подходит футбол не подходит баунти тоже так себе самое нормальное что есть это ребята это ребята ограбление и вот этот режим расплата я считаю это более-менее самый нормальный режим потому что знаете один факт это то что здесь берут 7 метателей один метатель здесь по-любому будет и вы сможете его вырезать и тогда уже помочь своей теме конечно здесь никто так перед наглую не будет как настоящей игре но в общем ребята вам нужно будет накидывать постоянно по всем яд не давать хилиться чтобы ваши ребята хилились а им не давать этого делать и потом потом а когда у вас уже будет ульт можно даже не обязательно залетать на сейф можно просто опять накидывать я пусть их почаще убивают а потом вылавливать можно метателей если на вас бежит там на ваш сейф бежит барли с ультой то просто залетайте на него сносите его и все нормально будет в общем как-то так ребята покроу мало подробностей но есть про него целый ролик так что если что заходите на этот ролик и чекните его уже ребят много времени прошло давайте вкратце тара следующий и давайте покажу сразу для нее отличный гейма хрустальный грот если такая есть карта то обязательно берите тару идите на фланг просто ребята накапливайте на ульту и вы сможете вынести хоть целую тему если они будут тупить и бегать рядом то затяните троих двоих все это будет гг если конечно они супер умные не будут лезть то тогда ребята можно просто одного затянуть продавить фланг и уже тогда вашей тиме будет легче почему она здесь а допустим мортис на 22 месте все потому что ей намного легче играть мортисом нужно понимание того как нужно юзать ульт как его накапливать все это это ребят очень тяжело дается тары же просто накинули накинули там пару ты хорошо попали одна ульта и все больше вам уже ничего здесь не пригодится по мне попадает постоянный рикошет но ладно несу смотрите сейчас я вам покажу что делается тары когда тара хорошо играет да конечно это боты но такое у меня было миллион раз и в реальной встрече допустим я один раз играл против меня была хорошая тима а со мной были прям прям ребята которые вообще играть не умеют я просто спрятался в кустах они меня не особо заметили ну и когда в общем подошел хороший момент я просто затянул троих и вынес всю тему да сейчас это не получилось но я не старался это сделать ребята я вам хотел просто объяснить то что тара реально может решить исход целого боя поэтому будьте аккуратны когда играете против нее следите за его ультой и тогда вам будет счастье давайте по поводу шеде тоже прям буквально один моментик покажу и перейдем к нашему крайнему персонажу в этой серии шеде ребята я считаю что для нее шеде тоже отлично это все или ничего вы конечно в центр лучше не идите потому что у вас хп не так много но если вы рисковый парень и готовы потараниться то в принципе это можно сделать допустим вы пойдете в центр видите что там зашли 2 шели можно попытаться это сделать через банки то есть прячьтесь за банки накапливаете их но за ящики точнее и все но если прямо есть то тогда уже будьте аккуратны вот она рискованная тема и в принципе можно сгореть но если ребята ходить по краю накапливать на ульт если кто-то с вами тимится то брать их в тему главное не берите танков потому что они крысят там всякие не то пока вместе с ними ходите двигайтесь если кого-то поймали закиньте на него ульт убейте и в общем ребята как-то так это в принципе так вкратце если вам интересно дары если вы хотите досконально понять как же я играть то обязательно пишите про это я выберу какого-то персонажа про которого чаще всего спрашивают и запишу про него гайд в общем погнали дальше следующий на очереди у нас брак реальная ребята это очень топовый челик если вы хотите знать почему давайте вкратце объясню первым делом шдф давайте покажу сразу карту сразу знайте что я просто показываю карту и там бегаю по сути так не особо осмысленно просто я рассказываю остальное вы уже делать сами должны по поводу всех нюансов ребята я не могу рассказать их за один подход за две минуты персонажей каждый уникальный поэтому на каждого из них нужно минимум 10 минут нормально уделить чтобы что-нибудь годное показать в общем смотрите почему он самый сильный ребята из дальников как я считаю а все потому что ему не страшен не близне бой не дальний ту же пайпер нужно во первых хорошо понять прочувствовать понять как же и попадать не всегда тап спасает а вот браку ребята браку не страшно тараницы издалека тараницы и сблизи тот же кольт подожмет пайпер расстрелять двух очередей с тем же браком у него будут большие проблемы если он хотя бы два раза по башке получит что говорить про ульт ульт это еще особенная тема в общем ребята вам главное накапливать как можно быстро и старайтесь не тапать тапать на браке можно только если вы прям вблизи в остальные момент старайтесь целиться не только выстрелами но и еще ультой потому что ульта на тапе не особо эффективно очень редко но если вы конечно не успеваете целиться то просто тапать и там уже будь как будет и в целом ребята очень крутой он еще за счет того что он шеде очень быстро собирает банки особенно если у вас огонь есть то две ракеты и все считайте все банки уже будут ваши почти потому что огонь поджигает нехило и ящик ломается с трех ракет если я не ошибаюсь подсчетах но в любом случае это очень сильный персонаж и он тащит везде ребята и в шеде им даже всех можно можно в гима пойти но поэтому ребята я считаю что это самый крутой дальняк и суда я вот ну не просто так в общем не суть давайте погнали покажу хороший режим для него это будет конечно же это будет баунти и я считаю что руины храма отлично подходит для него вам нужно будет взять грамотную тему например пайпер в центр допустим пенни направо как мы играем в турнирах и я пойду налево в общем конечно здесь вот сбота с ботами конечно здесь ботами этого не будет но в общем ребята суть в том что вам нужно просто будет держать свой фланг если вы продавили соперника из если он уже отступил назад то нужно просто его гасить когда вы соберете много звезд то надо уже уходить в оборону в целом по сути такие же нюансы как и в шеде побольше уворачивайтесь побольше попадаете ульт ультой ультой ребят не топать и если соперник рядом с вами то вы можете ракеты тапнуть и убить его если соперник далеко то лучше прицелиться что ультой целится что выстрелы как обычно в общем все те же советы что и в шеде и ребята главное понять специфику скорость его ракет понять как уворачиваются ваши соперники и тогда вам будет счастье тогда у вас все получится потому что брок реально реально крутой персонаж и очень хорошо его ульта заходит прямо на отходе если соперник уходит от вас допустим вы выходили дали по нему 2 ракета он начинает убегать назад даете ульту и все нормально будет в общем ребята как то так это была вторая часть надеюсь она вам понравилась и не забывайте ребята то что чем быстрее мы соберем лайки нужное количество тем быстрее выйдет финальная часть самое интересное я расскажу уже более подробно про своих персонажей самых любимых почему я их туда поставил почему они стоят выше чем другие в общем обоснове ребята их силу и тогда у вас будут пруфы что этот этот топ создан не просто с воздуха взят а конкретно с анализом со всеми ребят вытекающими нюансами в общем как то так и не забывайте ребята по поводу нашего фейсбука в общем вступайте в мой чат и тогда я соберу ребята много друзей и тогда активирую facebook будет очень много друзей в brawl stars в общем у вас будет шанс это сделать за бесплатно потому что все кто у меня попали друзья до этого они были за бабки в общем продавал места потому что их так мало надеюсь ребята вам этот видосик понравился я очень старался у меня немного горло першит но я старался не откладывать этот видос так что если где-то были косяки ошибки сорян потому что инфы очень много 8 персонажей вы представляете что у меня творится в голове чтобы все их нюансы проанализировать и вам рассказать если я где-то ошибаюсь но вы поймите меня правильно это вид этот видос там 15-16 минут может быть а то и больше и реально это сложно все где-то что-то упускаю поэтому я это делаю не со зла я стараюсь вам помочь и как то так ребята в общем с вами была мама всем удачи и всем пока